Часть стихов будет даже те же, что вчера, потому что я не готовилась и даже не выкладывала после вчерашнего выступления «Стравка и сон». Поэтому то же, что вчера звучало, тем не менее, как все слышали, это будет свежие стихи, сентябрьские. Первая из них – «Думы». Ползел троллейбус и спасли мир сил. Он столько тяжких дом переносил с центральных улиц в спальные районы. Там думы по коморкам разбрелись, и каждая загадочная мысль теперь в проекте светится оконами. Хоть эти звенья городских гирлянд друг с другом и с тобой не говорят квартирному сыпьем и уюта, Но двинешься за ними, капитал, увидев звезды окон тут и там, и ты уже не в гостях, как будто. Камень. Камень. У нее было странное прозвище «Камень». Почему? Может быть, потому что она защищала стальными себя кулаками, натерпевшись от жизни жестокой, сполна. Так ее называли за стойкость и силу. И хоть каждый из зависников мечтал о таком, это прозвище, кстати, ей не подходило. Камень крошится, камень сдается легко, камень падает в бездну, становится пыльным. Камень приспособлений, но разве она так же точно ломалась под грузом весилы, разве воля к бессмертию была решена? Ну, следующее сотворение, которое мне попалось, оно совершенно жуткое, но детей не хватит бы нет. У меня оно сочинилось при странных обстоятельствах. Я была в поездке в городе Пскове, которое произвело меня очень хорошее впечатление. Но даже вечером я очень поздно шла по улице, которая плохо освещалась. Там было очень много таких странных личностей. Конечно, ничего такого страшного со мной не произошло, но пришло такое странное вдохновение. Сочинилась шутковатое стихотворение. Но о городе Пскове, я могу сказать, не говорят все-таки ничего, а я думаю, абстрактно. Он называется «Город кошмаров». Он действительно страшный, если нас всех предупреждает. «Город кошмаров» однажды меня снесло. Я насмотрелась такого, что вам не снилось. В городе правило авторитетное зло. Вместо дождей небеса посылали милость. Мрачные улицы, глупостые дома, жили в них мыши летучие. Это поведение. В темных проутках стоял ядовитый туман. В нем потыхались какие-то шаткие тени. Здесь каждый день убивали, обычно ножом. Тени потом наступали в кровавую лужу. А мертвецов кто здесь же скидал или жег. Выразить сложно, какой охватил у меня ужас. Я прибегала к себе. Все лекарства подряд, не запивая. А после за дверью стальную падала на отлично. Пока я спала, говорят, город был самый обычный. Лежил спокойно. Последнее, последнее или предпоследнее. Не знаю, сколько вам еще изделений. Возможность не почитать стихи. Давай два, ладно, так и будет. Хорошо, два. Чтобы было какое-то число красивое. Красивое, пять стихи в Парижи. Всего пять вместе с прочими. Я их считаю. Цепная ярость. А может, встали в ярости огонь? Единственным источником тепла. Возьму и грубо оттолкнула ногой. Все того, что вцепиться не смогла. Но не стоит только разомкнуть песта, И вспыхнет первый разовый разряд. И на манер павлиниевых хвоста С ногой колючих искр воспорядок. Но я держу всю ярость под законом. Камаму начиняю, словно пса. Дать воду страшно ей, пусть и легко. Больнее жарит ярость, чем оса. А на любого лезвия стальней Ее вложил мне в ножны сатана. Я нагломлю кого угодно с ней. Но только груш победит цена. Последняя на сегодня Суперенье, которое называется Среди полей. Это тоже вчера звучало. Потому что здесь каната уже потом доела. Хотя она звучала примерно Зану, а сегодня не правит. Среди полей. Я шла и шла, вперед среди полей. Не шел навстречу, горизонт неспешно. Казалось, можно и по всей земле Пройтись вот так, спокойно, Ходом бешим. Я шла и шла. Мне было хорошо. Даже как легко, и текатиться нечем. Но где я еще так отдохнусь душой, Как средь полей, просторных бесконечно. Мы не ладали распахнутым окном. В поле лежали чистые, ровные гладьи. Я шла вперед, почти забыв о том, Что это лишь поля моей тетради. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.